приветствую вас друзья на моем канале меня зовут алена и в этом видео я наконец-то покажу вам свои готовые работы за март месяц март месяц у меня был достаточно продуктивным плане того что начала я много процессов очень много вижу есть что показать возможно некоторые работы вы уже видели моих предыдущих видео но в этом видео я решила все объединить и показать вам только готовые работы если вам интересно оставайтесь со мной и также обязательно не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк этому видео и обязательно досмотрите это видео до конца потому что в конце я вам еще одну новость очень интересную расскажу вам будет интересно и очень даже полезно ну и начну пожалуй с работы которую я уже на самом деле несколько раз показывала но решила все равно показать потому что это видео готовой работы обычно смотрит больше людей и в основном есть зрители которые вообще не смотрят никакие другие видео кроме как готовой работы поэтому показываю вам джемпер который я вязала для своего сына на 12 лет вот такой вот джемпер рекламу сверху к сожалению фотографии у меня до сих пор нет поэтому вам показываю просто вот таким образом этот свитер джемпер джемпер свитер все время путаюсь так надоело следить так вот это регламу сверху связано с пряжей ализе бэби-бэби-булл в 2 нити спицами номер 4 расход здесь 550 грамм использовано два цвета наверху светло-голубой внизу светлый серый переход цвета сделан с помощью нескольких вот таких вот полосок реглан сверху здесь самый простой с прибавками в каждом втором в каждом в каждом втором ряду горловина здесь вывязана двойная такая вот как бы с ложной китлевкой вывязан росток вывязан вырез горловины закрытие я делала с помощью иглы последнее время только так и закрываю все резинки потому что мне сейчас это очень нравится и я постоянно так закрываю смотрится классно так что еще рассказать по этому джемперу в общем ничего если вам нравится реглан сверху но вы не очень умеете его вязать обязательно проходите по ссылке я оставлю подсказку и также внизу в описании я оставлю ссылку на мастер-класс у меня есть мастер-класс по вязанию реглана сверху на любой размер я учу как раз как рассчитать как связать очень подробно рассказываю как связать росток как вывязать горловину красиво как рассчитать сам реглан как вязать как вязать подрезы без дырочек тоже я там показываю в общем вот видите у меня подрез без дырочек вот так вот и в том мастер-классе я очень очень подробно рассказываю все 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 от начала до конца как связать джемпери главным сверху также у меня есть на канале видео как закрыть резинку 1 на 1 и 2 на 2 с помощью иглы также оставлю подсказку можете пройти посмотреть и еще у меня есть на канале как начать вот так вот вязать горловину здесь у меня по-другому связано этот мастер-класс я еще не снимала но обязательно сниму но как вот так вот начинать как итальянский набор у меня видео не как итальянский набор другой способ но получается вот такое же начало и можете пройти по ссылке также я оставлю подсказку на это видео на этот мини мастер-класс он очень короткий буквально минут наверное на семь вот так здесь еще планируется вышивка но я жду как бы решение сын он вроде как хочет вроде не хочет вроде же для вышивки говорит что он взрослый ему 12 лет сегодня кстати сегодня 2 апреля видео видео вы увидите 3 апреля так вот моему сыну 2 апреля исполнилось 12 лет он уже достаточно взрослый и не знаю будет он себе вышивку в итоге заказывать или нет сначала вроде хотел а сейчас я смотрю особые у него уверенности в том что ему она нужна нет поэтому джемпер все в общем рассказала тут обычная лицевая гладь и все после стирки я стирала кстати изделие за эти пряжи напомню это ализе baby wool в 2 нити стирала я вручную отжимала в машине на 400 нет на 600 оборотах а потом горизонтально высушила и в общем очень хорошо все ничего не села не растянулся отлично все выглядит и и и и и и и и следующая моя готовая работа это мой ажурный кардиган типа аля французская кофточка вот такой ажурный кардиган я дальше немножко вставлю видео нарезку как он сидит на мне в зал для себя он достаточно широкий оверсайз здесь ажур идет по полочкам прибавки здесь кстати я тоже вязала регланом сверху сразу вывязывала сам воротник сам воротник вязала планка здесь цель навязанная полупатентной резинкой прибавки я делала в каждом втором ряду с помощью накидов такие смотрите длинные регланной линии ажур я пускала по рукавам здесь также есть росток и вырез горловины я все вывязывала и ажур также есть по спинке внизу резинка один на один на рукавах резинка один на один рукав чуть-чуть зауженный до середины где-то зауженный потом вязала прямо здесь немножко сделала побольше убавок перед резинкой как бы такой маленький фонарик получился и закрывала опять же иглой здесь и внизу тоже закрывала иглой вот так вообще конечно было бы здорово если бы я начинала тоже типа итальянским набором но когда я начинала я не думала что я буду так закрывать я думала будет обычное закрытие и поэтому не стала закрывать а в конце когда довязала мне очень захотелось закрыть иглой но воротник я уже не стала перевязывать оставила как есть здесь 4 пуговицы и пряжу я использовала также ализе бэби вулл сиреневого цвета в одну нить и в одну нить ализе ангора голд симли это с люрексом пряжа тоже в одну нить вязала спицами номер пять все вязала спицами номер пять и резинки и ажур и в общем не меняла спицы в общем получилось вот так расход у меня общий полтора матка ализе ангора голд симли и 350 грамм ализе бэби вулл вот такой у меня получился кардиганчик ну и посмотрите нарезку как он сидит на мне а 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 показать. Я вязала вот такой шарф, он у меня длинный-длинный, где-то метра два, полосатый. Я вязала здесь три цвета, сиреневый, молочный и голубой. Вообще я вязала его под свои шапки. Вот у меня есть такая шапка, на эту шапку у меня также есть мастер-класс на канале, вы наверняка видели. И вот из этой же пряжи это Ланоса Натурал Мерина. И вот из этой же пряжи я... Нет, это Ланоса Пуэрвул, по-моему. Я подпишу, на экране забыла. Вот из этой же пряжи я вязала вот эти вот голубые полоски, так что как бы комплект у меня идет этот шарф к этой шапке. И также у меня есть молочного цвета шапка, и этот шарф также подходит и к этой шапке. Тут молочные полосы тоже очень подходят, хорошо смотрятся. Вязала я лицевой гладью этот шарф, по краям просто обрабатывала платочной вязкой, и все. Вот с оборотной стороны. Вот такой шарф. Ну, он на самом деле очень длинный, очень такой широкий, громоздкий. Расход я подпишу на экране вам. И на самом деле я его особо часто и не ношу, потому что под куртки получается тут огромный такой корм. Даже однажды подумали, что я беременная. Говорю, нет, не переживайте, это у меня просто там шарф. Вот. Ну, поэтому не знаю. Его лучше, конечно, поверх пальто носить. Пока не очень я его применила в своем гардеробе на самом деле. Вот такой шарф. И последняя моя работа. Она сейчас на мне. Это джемпер, опять же, реглан сверху. Базовый джемпер. Вязала его из бобинной пряжи. У меня ее не осталось. Я всю ее вывязала. Это 100% меринос. Спицами номер 4 вязала. И здесь опять же вот такая вот двойная горловина, но она уже без ложной кетлевки. Реглан сверху. Лицевая гладь. Внизу резинка 1х1. На рукавах резинка 1х1. Тоже закрывала иглой. Чуть подальше я немножко покручусь. Перед вами покажу, как он сидит. Очень классная пряжа. Мне нравится, как вообще он сидит на мне. И расход здесь получился у меня где-то 500 грамм. 520 грамм. Где-то вот так. Примерный метраж, наверное, здесь 250 метров на 100 грамм. Ну, это ориентировочно, потому что я не помню. Пряжу я вязала из запасов. Я напомню, что я не покупаю пряжу. Я вяжу только из запасов. Поэтому все, что я показываю, это у меня запасы могут быть и пятилетней давности, и шестилетней давности, и немножко посвежее, может быть, какие-то мотки попадутся. Поэтому, к сожалению, метраж я вам уже не скажу. Решила я тут не делать ничего. Сделала просто базовый свободный джемпер. Он очень удобный, очень уютный. Рукав здесь, как видите, не особо широкий, какой я и хотела. И свободное облигание здесь не сильно широкое. Он как бы свободный, но не оверсайз. Такой базовый джемпер. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, на этом мои работы все. И сейчас я вам расскажу еще одну распрекрасную новость. И еще одно добавлю, что завтра, ну, вернее, когда видео выйдет, будет 3 апреля. А 3 апреля день рождения у моего второго сына. Так получилось, что с разницей в 3 года они у меня родились старше 2 апреля, средний 3 апреля. Так что у нас сейчас такой вот праздник долгий. Дни рождения отмечаем. Ну, и скоро, очень скоро, 9 апреля день рождения моего канала. Моему каналу Вяжу Стильно исполняется ровно 3 года. Это первое видео на этом канале по вязанию вышло ровно 3 года назад, 9 апреля. И поэтому в связи с этим я решила порадовать вас розыгрышем, подарками. Их будет много, они будут разные. И вот в следующем видео через неделю я вам обязательно расскажу про этот розыгрыш, покажу все подарки, какие будут подарки, расскажу все условия для розыгрыша. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте оповещение, колокольчик нажмите, и вам придет уведомление о том, что новое видео появилось на канале. И обязательно также подпишитесь на мой телеграм-канал, там я тоже всегда выкладываю видео, отправляю ссылки, если вдруг вам на ютуб не придут оповещения, то в телеграм-канале вы точно увидите, что вышло мое новое видео. И не пропустите, пожалуйста, следующее видео, потому что там будет вообще шикарный розыгрыш. Хочу отметить 3 года моему каналу с размахом. А на этом я сегодня с вами буду прощаться. С вами была Алена. Всех вас очень сильно люблю. И всегда очень рада читать ваши комментарии. Пишите свои впечатления о моих работах и обо всем, обо всем, что вы посчитаете нужным. С вами прощаюсь. С вами была Алена. Всем пока-пока.